да 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 называется термоэлектрические элементы дам немножко принципе там тоже пн-переход используется так на ботов сделать только там нам нужно ни один пн-переход а то есть мы берем эту цепь и замыкаем с двух сторон если мы будем одну сторону греть разность температур будет на двух контактов у нас будет создаваться точно так же ток будет циркулировать мы то где-то что-нибудь сделаем там к аккумулятор или еще что-нибудь это называется термоэлектрический элемент а эффект называется эффект пельтье эффект за ибека эффект томпсона вы можете почитать они тоже везде используются то есть эффекты пельтье вы наверно все знаете в технике которая выделяет много тепла на принципе любая компьютерная техника там используется эффект ну элемент пельтье для охлаждения потому что если мы там все то же самое только наоборот да и мы используем ту которая охлаждается чтобы охлаждать нас в общем прибор еще вопросы да да нет полу в каком-то смысле не 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 это было по принту и ход полупроводник в том смысле он полупроводник что если у него есть электрон его здесь в зоне проводимости он проводит но если их там нет он не проводит они здесь могут появиться только если мы сообщим соответствующие энергии посвятим нагреем там напряжение приложим то есть поэтому он будет проводить а когда этого всего нет он не проводит вот при нуле кельвинов он не проводит чуть чуть больше но все равно какая-то часть электрон очка будет но и будет мало ну тут да то есть тут ну там нет там фишка какая это же как бы скатываться ну тут все упрощенно да на самом деле возникает такое поле когда вот они так разделились тут только соединили тут вопрос получается что все электроны дырки которые здесь они комбинируют ну да это как про собственности которые здесь я про то что просто так они скатываться не будут потому что здесь если мы так просто сделаем такую структуру и оставим его лежать ничего с делать вот в этой зоне все дырки электроны мы комбинируем друг с другом и получится у нас что в одном месте тут вообще их не останется электронов а здесь не останется 1 году густошка много то есть они все сюда попадают и нас возникает внутренняя внутренняя поле электрическое плюс и минус и просто так они же двигаться не будут только если выключим ток да называется потенциальный барьер там еще какие-то названия есть поэтому просто оставив эту систему не у нас так делиться не будет только если мы включим ток посвятим еще что-нибудь это начинает работать если у нас есть внешние боли на электрическое да и оно в прямом направлении направлено то барьер снижается если приложить поле в обратном направлении то барьер повышается получается если мы нам надо так чтобы барьер у них понизился нам нужно чтобы направлении этих полей было противоположное а чтобы повысился в одну сторону да на вот получается работает на мы делаем все мощнее и мощнее физические ограничения из-за материала или мы их можем без конечности делать все более мощными и все более яркими ограничений очень много это причина почему синий светодиоды сделали так поздно первых потому да и нобелис куда-либо что-то было очень сложная задача во первых мы их делаем тонкими пленками ну там множество слоев разных тонких пленок когда мы напыляем эти пленки чем чем тоньше пленка на границе каждого материала есть дефектный слой то есть там дефектов намного больше чем в середине если мы уменьшаем пленку у нас этих слой дефектов будет больше чем сама в общем-то толщина нам нужно избавляться от дефектов плюс то что мы делаем пн-переход мы наблюдаем два разных материала у него две разные два разных если там переход на основе кремния там еще разница между расстояниями атомов н-типа и п-типа приблизительно похоже в светодиодах используются другие материалы их различие расстояние атомов в общем отличается поэтому на свои одни сдвинуты относительно других а это тоже дефекту если слои нечетко идут это рассеивает электроны поэтому подбору до тех вот слоев которые будут другу подходить чтобы было мало дефектов это очень сложная задача и поэтому насколько бесконечно не могу сказать но это в общем технологически сложно сейчас где-то транзисторы и тут еще один антип то есть нам 2 пн-перехода его проводочка 3 то есть один проводочек идет второй проводочек идет стойте проводочек идет то есть в итоге подаем мне не один раз через всю структуру мы можем среди называется база то есть мы ею контролируем он как раз какой величины у нас будет эта ступенька если диоде любом случае выпускаем ток в одном направлении у нас он работает другом не работает то транзисторе мы можем регулировать когда нам нужно чтобы только там лево чок или вправо мы можем одним прибором регулировать или делать два диода или несколько ну в общем то все суть транзистора то что благодаря этому того что у нас два пн-перехода и один этот проводочек мы можем регулировать будет движение только в две стороны чтобы он так тек если нам нужно и он и так будет течь в диоде этого не будет вот всю эту физику я рассказать как-то не хочу после этих пн-перехода еще могут 10 минут рассказывать но не хочу да 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 современные приборы состоят из большего количества причем причем даже не это даже не связано не функционально тем что нужно 1 пн-переход часто бывает что нужен свой лишь диво даже с тех же светодиодах нам нужно один пн-переход но все эти дополнительные слои тут должен быть контакты слой буферный который будет уменьшать количество дефектов это все там в семь восемь слоев будет в любом случае то есть так просто два не соединяют плюс еще все нанотехнологии вот мне хотелось бы нам отдельно поговорить про нанотехнологии с точки зрения от физики зоновой зонной структуры там там фишка в том что когда делаете очень много маленьких слоев в этих количеств вот этих вот ступенях здесь можете делать какую год названную структуру это просто помогает делать и 20 транзисторов диодов и всего а вот один маленький прибор сразу напылять с очень сложной зонной структурой и он будет облиять очень классными свойствами то есть заменять кучу кучу других элементов я думаю да 2 нам уже будет на на пару атомов ну то да но я хотела бы сказать что когда мы научимся манипулировать отдельными атомами нам даже даже не я там электронами нам даже дырки нужны будет у нас будет электронный спин вверх спин низ и нам этого будет вообще достаточно чтобы сделать все то же самое что вот сейчас с помощью дырок электронов делается ну да да много всяких вещей ну тут двигать двигать атом это одно а вот манипулировать электроном менять его спин и делай эту структуру чтобы она работала то есть проводочие по которым будет бегать бегать по одному электрону то есть это уже другие нюансы не стоит структуру это 10 нанометров это это нормой как бы сейчас такое делает в общем то это не предел